Набутов здесь цифровой океан Ребятами из лучшего журнала Цифровой трансформации жизни Который так и называется Цифровой океан И который подгоняет нам Какие-то любопытные темы Для обсуждения Каких-то топовых представителей Российских, а иногда и зарубежных Разных цифровых индустрий Там, не знаю, от инфобеза До беспилотников Искусственного интеллекта Или там квантовых компьютеров Сегодня у нас несколько необычный эфир Необычный день, необычный эфир Он, кстати, не посвящен 8 марта напрямую А он как раз посвящен Очень любопытному проекту Который цифровой океан И делает для айтишников Собирается сделать 20 апреля Если мне не знает память Да, 20 апреля В Лужниках Пройдет уникальный первый в истории Swim IT Специальный чемпионат по плаванию Для айтишников Который под своим могучим Накачанным, натренированным крылышком Держит Сергей Сафонов Известный российский пловец Тренер, создатель уникальной методики Подготовки пловцов с нуля И до профессиональных дистанций На открытой и на закрытой воде Сереж, привет Доброе утро Радио слушаете? Доброе утро Да, нас еще и смотрят Так что нас радиозрители Слушай, расскажи, что 20 апреля Такой бы как И туда можно попасть Насколько я понимаю Это открытая история Если вы представитель Того или иного направления IT Да, несмотря на то, что Это происходит мероприятие под эгидой цифрового океана Принять участие может любой, кто, собственно говоря, занимается плаванием на любительском уровне В первую очередь, конечно, мы делаем это для представителей IT-индустрии Но в то же время принять участие может абсолютно любой, кто, в принципе, умеет двигаться Ну, это нужно какие-то более-менее... Это надо позориться в бассейне? Нет, нет Все-таки какой-то уровень надо иметь В любом случае, если мы говорим о соревнованиях Сколько полтинник надо плыть? Давайте я упрощу Для входа в чемпионат А у нас дистанция там 1500 метров И еще одну дистанцию мы сделали уникальную Там не обязательно быстро плавать Ты должен заявить время Там главное не утонуть Помните, такие африканские были пловцы, которые с трудом доплывали? Практически Там дистанция всего 100 метров Ты должен предварительно заявить время, за которое ты приплывешь Ты можешь проплыть за любое время Но выигрывает тот, кто ближе всего к этому времени проплыл То есть совсем не обязательно плыть быстро Допустим, ты можешь проплыть и за 5 минут Но если ты заявил 5 минут и проплыл за 2 минуты То, соответственно, твои шансы на победу уменьшаются Мы сегодня, кстати, отдельно поговорим о том Как про всякие разные новые подходы к тренировочным процессам Плавать, про всякие гаджеты Коль уж мы цифровой океаном и про технологии Тут много всего интересного Для любителей, для профессионалов появилось Потому что достаточно высокотехнологичный вид спорта Мы тут обсуждали За эфиром В свое время появление костюмов специальных для плавника Это позволяли резко улучшить результаты Делали гладкое тело Вы же бреете, да? Да, я вот, собственно говоря, только что приехал С чемпионата мира По плаванию в Катаре Для категории мастерс Они проводятся с 25-летнего возраста И до 100 плюс лет Собственно говоря, ты выступаешь в категории в 5-летней То есть с теми, кто с тобой в 5-летнем возрасте Грубо говоря, мне 36 Я выступал в категории 35-39 лет И вот А сильно падает сразу? Можете спросить? Большая разница в результатах Вот между 35 и 30, например? Я могу сказать, что в моей возрастной категории Результаты были слабше, чем в той, которая старше меня И это обусловлено тем, что те, кому уже Вот я, допустим, мне 36 Я в категории 35-39 В категории 40-44 Результаты были выше Во-первых, потому что В этом возрасте уже дети пошли в школу В институт И у тебя больше времени просто на занятия спортом Все-таки циклический вид спорта подразумевает Что у тебя есть тренировочный процесс Регулярный Это обусловлено тем Определенными процессами Там на клеточном уровне Ты не можешь просто раз в неделю потренироваться И потом выстрелить на соревнованиях Это, может быть, работает, не знаю, в бильярде, в боулинге где-то Но если это циклика какая-то Бег, плавание, велосипед То в любом случае у тебя должно быть Количество тренировок определенное То есть базово там минимум 3 раза нужно находиться в воде И 2 раза в зал ходить хотя бы В неделю В неделю, да Но я говорил с ребятами, которые выступают там Бразильцы Я вообще просто восхищен был бразильцами А бразильянками? Бразильянки Как тебе бразильянки, Дон Пабло? Восьмой матер завтра Каждому русскому мужику по бразильянке Мне нравится, как они трясутся своими там-тамами О, да, это большие мастерицы Да, прошу Да, вот, собственно говоря Познакомились с бразильцами там И они просто в потрясающей форме находятся Вот, и мы разговаривали, сколько они тренируются Они 7, 6 тренировок на воде И 6 тренировок в зале То есть у них 12 тренировок в неделю Выглядят они вообще просто Это сколько, по сколько? Ну, вот Следующая категория возрастная 40 Ну, 40-45 Бразильянки в 40 только раскрывают Да и не только бразильянки На самом деле Мы с Сережей Будет отдельный разговор У нас есть часть аудитории Это люди Как бы Сеньор Там, скажем 55-60 плюс И вот для них Я думаю, Сережа Много чего интересного Порассказывает Про азиатов Которые В 85 просто разрывают Именно так Придя в плавание В 65 Именно так 85 показывают результаты На уровне Там КМСов И мастеров 20-летних Ну да Собственно В этой категории Мастерс Привязка результатов Тоже можно выполнить Норматив И мастер спорта И мастер спорта Международного класса Тоже можно выполнить Они привязаны Именно к возрасту 85 85 Можно стать Мастером спорта В категории мастерс Ах, прекрасно Хорошо Коротко Давайте еще раз Затраем 20 апреля Лужники Где зарегистрироваться И что там надо записать И так далее Что по Пока В телеграме Да Пока Не смогу вам сказать Где это можно сделать Пока Давайте остановимся На дате И на формате Формат такой То есть Вы можете проплыть У нас на выбор Три дистанции Это 1000 метров 500 метров И вот дистанция в 100 метров В которой не обязательно Плыть быстро Необходимо попасть В то заявочное время Которое ты указал Вот Собственно говоря Критерии Такие Выбор дистанции Можно все три дистанции Проплыть Они разнесены по времени Можно проплыть И 1000 И 500 И эти 100 метров Ну собственно говоря Если вы только начинающий плавец То можно остановиться На дистанции в 100 метров Окей Ну выберут Короче говоря У меня есть информация Что для этого надо связаться С цифровым океаном Через их телеграм Просто пишите В телеге цифровой океан Заходите там Чат-бот Отправляете заявку Говорят что вы хотите прийти Вас регистрируют Вам присылают отдельное приглашение Приезжайте 20 числа в Лужники Главное чтобы вы были Каким-то айтишником Именно так Принесете справку с работы С собой И посмотрите на тройку Это вообще конечно Я Ну плавание еще куда не шло Но я представлю себе Например чемпионат по регби Среди айтишников Тоже Хотя айтишники на самом деле Изменились Это уже не какие-то доходяги В больших очках И в штанах со штрипками С вытянутыми коленами Как 30 лет назад Это вполне себе Я могу сказать что в нашей команде Ну У меня в команде Порядка 120 человек Тренируются На регулярной основе Больше 20% Это как раз ребята Представители айти индустрии Во-первых Это связано Как бы Возможно С свободным графиком Во-первых Во-вторых С тем что Любая циклическая нагрузка Она вводит В медитативное состояние Если мы Выполняем тренировочный процесс Начиная от часа То есть Если это какая-то Аэробная тренировка В самостоятельном режиме Мы ее выполняем Либо в групповом режиме Там с тренером В любом случае Это какая-то Медитативная составляющая Есть в этом И это возможно Отлечься и от работы И возможно От семьи И в общем И плюс полезно И телу И делу Полностью согласен Делаем короткую паузу Еще раз напоминаю Сергей Сафонов Известный российский пловец Тренер Создатель нескольких Уникальных методик Подготовки пловцов Можете его найти В ютубе Если захотите Там Поглядеть У нас сегодня в гостях Обсуждаем Новые технологии В плавании И свим.IT Который цифровой океан Проводит 20 апреля В Лужнике Короче Сергей уже меня грузит Вовсю как не утонуть На открытой воде Потому что он как раз Многократный чемпион Всяких Тай и Эр Кубок чемпионов мира Десятикратный Чемпионатов мира Среди любителей Оушенмен Чемпионатов России Каких-то Котлин рейсов Это вы на марафонские 25 километров Это еще на Котлине Это холодно Это холодно Это долго Но могу сказать Что Большинство ребят Которые Как бы пришли И даже заучились С нуля Для них Является В общем Такой вот Прям цель Номер Один Такой важной целью Это попробовать себя В марафонском плавании Это такой вот Прям пунктик Если сделал То в общем Ты круто Как пробежать марафон Только это длится гораздо дольше Сколько плывешь ты 25 Если мы возьмем Мой уровень Это в районе 6 часов Без остановочного Без остановочного плавания В финском заливе В холодной воде Я плыл В условиях 12 градусной температуры воды То есть Мы стартовали В 4 утра Потому что Там же ветер Постоянно Мы подгадывали Под направление ветра Потому что Плыть со встречным ветром В финском заливе невозможно Он мелкий То есть В определенные моменты Когда ты останавливаешься На пункте питания Можно стоять просто На дне финского залива Можно стоять И вот Чем Поэтому называется Маркизово лужа Да Но не там где Котлин А в районе Петербурга Это же очень мелкий И собственно говоря Чем Водоем Чем расстояние до дна меньше Тем Такая более хаотичная волна Если мы говорим про море То она пластом идет Если мы говорим про какой-то Несильно глубокий Водоем То волна такая хаотичная Поэтому важно подбирать Погодные условия Ну и вот возвращаясь Как бы к моему заплыву Это Там В 12 градусов Вода была Мы начали И в 16 градусов Мы закончили Это вот в районе 6 часов У меня получалось У меня порядка 40 человек Проплыло Этот заплыв Любителей В том числе те Которые как бы Научились с нуля Сколько надо Сколько надо Во взрослом возрасте Чтобы выйти Вот на такие уже Мощные результаты С нуля тренироваться У меня почти нулевой уровень Сколько? Порядка Трех-четырех лет Понадобится Да Трех-четырех У кого-то это происходит Быстрее Потому что Возможно как бы На генетическом уровне Возможно была Какая-то другая Циклическая нагрузка Это важно Все-таки как бы У нас сердце Основной источник Как бы Лимитирующий фактор Скажем так В таком В длинном Спортивное сердце Готовое к нагрузке Да Поэтому Если оно не натренированное Необходимо конечно Создавать какую-то Аэробную подушку Чтобы сердце было Готово к этой нагрузке Но вот самый лучший Результат Среди допустим Ребят Это 7 часов 10 минут То есть у меня 6 7-10 Это ребята Которые В детском возрасте Занимались Потом перерыв На 15-20 лет И пришли опять То есть база Какая-то была И Вот те Которые с нуля Научились Это 12 часов 12 часов Вот в таких условиях 12 градусной воде Ну не всегда так Это просто мне не повезло Несмотря на то Что заплыл 8 августа У меня была такая Температура воды Вот А в среднем Это где-то 18-19 градусов Что происходит С гидрокостюмами Мужчин За 12 часов Нахождение В 12 градусной воде В гидрокостюме Судя по всему Да Я извиняюсь За такие подробности Но Вы не рассказывали Просто скажите Это потом еще работает Я просто 4 часа Ну то есть Ты каждые 20 минут Пьешь изотоник Каждые 40 минут Принимаешь разные Там углеводные Допустим Гели Вот И я на протяжении 4 часов Не мог сходить Ну просто в туалет По маленькому И для меня было Таким облегчением Когда я через 4 часа Это сделал Просто в холодной воде Невозможно расслабиться Чтобы это сделать Но ты уже просто Переполнен настолько Что как бы Уже в принципе надо Это был лучший момент Вообще Во всей гонке А когда это происходит 12 часов Ну я не знаю Просто Я бы мне кажется Не выдержал Я хотя бы отдельно В общем значительную часть Сегодняшнего эфира Посвятить всяким Новым гаджетам И новым технологиям Методикам в подготовке Я знаю что Ну не секрет Что плавание Один из лучших Видов спорта Для поддержания здоровья Сердечно-состоистой Системы Аэробная Хорошая нагрузка Эластичность мышц Нетравматичное плавание Абсолютно В отличие от бега Например Ну здесь тоже Как бы есть Ну особенно Если ты не убиваешься И плаваешь правильно Скажем Здесь важно Вот как раз Поставить технику Правильное дыхание Чтобы ты как бы Ты плыл От слова плавно Да Да То есть с минимальным Я видел как это происходит Серьезно Кляя могут плыть бесконечно Я убиваюсь через 200 метров Я не могу дышать Да При правильной технике За сколько можно Огромное количество Видео в интернете Я перепробовал все В ютубе Такие чемпионы Показывают Сяки Двухударный кроль Четырехударный кроль Такое вращение тела Вот это Все ты выходишь Садишься в бассейн Все это тут же У тебя ничего не получается На самом деле Единицы только могут По видео урокам Прийти к какому-то Правильному плаванию Вообще в принципе Научиться плавать с нуля По видео урокам Мне кажется Это вообще просто Нереальная задача То есть Необходимо базовые Какие-то навыки Вот заложить Непосредственно При очном участии Как бы наставника Потому что плавание Сложный технический вид Мы как бы С водой взаимодействуем Несмотря на то Что как бы Вроде бы как Мы первые 9 месяцев жизни Как бы в воде В принципе существовали Но Научиться По видео уроку Это сложно Поэтому Если мы говорим Про то Что я не умею Совсем И не понимаю Вообще Что делать надо Как дышать В воде В воде же мы По-другому дышим В какой-то стати Для нас сейчас Совершенно не возникает Каких-то проблем В том Чтобы дышать Правильно Мы разговариваем Общаемся Как бы и дышим И дышим Но в воде Когда мы находимся Нам необходимо Носом выдыхать Ртом вдыхать То есть цикл Другой совершенно То есть мы сейчас Дышим ртом Я думал Что всегда ртом Надо выдыхать Носом надо выдыхать Во-первых Потому что нос Дырка маленькая А выдох в плавании Должен быть длинный И плавный Во-вторых У нас Вот если представить Допустим 100 метров Когда мы пробегаем 100 метров Максимально быстро 100 метров Как выглядит наше дыхание У нас вдох активный А выдох происходит сам За счет сокращения диафрагмы Вот можешь попробовать Это сделать Я просто вдыхаю Выдох происходит сам В плавании то же самое Но основывается На обратном принципе То есть мы активно Выдыхаем Носом А вдох за счет сокращения Диафрагмы Происходит сам Поэтому важно Перестроить это дыхание И это самая базовая вещь Которой вообще В принципе Нужно научиться Никто об этом не знает Вот как и вы сказали Да я думал Что надо делать так А вот надо делать так Ртом вдыхать Носом выдыхать И собственно говоря Кто об этом скажет На каком-то видео уроке Где уже приходит К тому что нужно делать в воде А для некоторых Стресс просто голову Опустить под воду То есть некоторые приходят Когда учиться плавать Для них просто непонятно Что вообще в воде делать Начинают вдыхать в воде Хотя нужно вдыхать наверху И выдыхать в воду Вот поэтому Если мы говорим о том Что я вообще не умею И нужно как-то научиться двигаться То это Три тренировки В неделю Месяц То есть за 12 занятий Можно заложить Необходимый фундамент К тому чтобы Без проблем Продвигаться Значит если я попадаю В ваши теплые Когтистые лапы Значит 12 занятий Три тренировки В день В течение месяца В неделю В течение месяца Вы ставите меня Вы делаете из меня Младшего брата Майкла Фелпса Вы скажете Что у меня неплохие данные Ну очень да Младшего Такого Ну как Очень дальнего родственника Да Ну не родственника Но это будет В любом случае Как бы Начало Как бы Эволюции В плавании Скажем так Я буду более-менее Технически правильно плыть Можно будет Технически правильно плыть Во-первых Во-вторых Двигаться без остановки Там от 200 до 500 метров По опыту Как бы Обучения плавания Могу сказать Что вот При таком формате Обучения Когда мы Три раза в неделю Тренируемся Регулярно Потому что В любом Научительстве Да Любой двигательный навык Который мы возьмем С точки зрения Нейронно-мышечных связей Важно Чтобы это было регулярно То есть Неделя Если у нас будет простое То это Для нейронно-мышечных связей Для любого обучения Будет как бы Определенный провал И придется опять Откатываться назад Чтобы какие-то шаги сделать Чтобы вспомнить Вообще Как это было Так вот При 12 тренировых неделя А плавание сейчас Это серьезно Изучается Да Вот это вот Ну специфика Большого количества Повторений Например Одних и тех же движений Которые помогают Мозгу Выстрелить В башке У себя Как и в любом Как бы Двигательном навыке В любом случае Необходимо Как бы Делай раз Делай два Делай три Но прежде чем Делай два Повторить Что было на пункте Номер один То есть И вот таким образом Построена система Обучения При которой Ты начинаешь Новую тренировку С повторения Всегда старых движений Она приводит к тому Что ты можешь От 200 до 500 метров Проплывать без остановки Через месяц Не умея вообще В принципе плавать до этого Сергей Крутой Привет из Екатеринбурга От Михаил У вас полно Ваших знакомых Как выяснилось Доброе утро Что вы можете рассказать О питании пловцов На длительные дистанции Как вы относитесь К веганам В плавании И вообще в спорте Александр из Москвы Я на самом деле Приверженец того Что если хочешь Что-то Кому-то посовет Нужно попробовать самому Я попробовал Повеганить Полгода Сдал анализы крови до Попробовал Повеганить полгода Сдал анализы крови после Вообще никаких Совершенных изменений Я думал Что они Какие-то структурные Будут вообще Со мной визуально Происходить Но они вообще Совершенно не происходили Аморальные Сооружения У меня Вообще Птички живые остались У меня жуткий Недостаток Был Как бы Энергии Это выражалось На взаимоотношениях Как бы В семье И в взаимоотношениях Да С учениками В том числе Вы имеете ввиду Сергей сегодня В 7 утра Уже была первая Полноценная тренировка Между прочим В 7 утра И для меня Это было сложно Поэтому Отвечая на вопрос Как отношусь я К веганам У меня ребята Тоже есть некоторые Которые Там не едят мясо Либо чисто вегетарианцы Либо веган Вот И как-то Они с этим справляются Если мы говорим Про плавание На длинных дистанциях То есть даже не плавание Любая циклика То нужно отталкиваться От правил такого Каждые 30-40 минут Должны поступать Какие-то углеводы Для обеспечения Как бы энергетики Каждые 30-40 минут Если мы пропустили Макароны с собой Можно носить Прием пищи Ну на самом деле Сейчас Мы же про белок Говорим сейчас Не про углеводы Мясо Мясо Да Сейчас очень много Гелий разных Спортивных Которые позволяют тебе Раз в 30-40 минут Получать там До 30-40 калорий И получать углеводы С этим Вот если ты пропустил Этот прием А у тебя заплыв Или забег Или там Не знаю какая-то Другая циклическая нагрузка Лыжи Или там велосипед Длятся там Больше часа Если ты пропустил Этот прием пищи То дальше все Что ты будешь потреблять Организм будет Откладывать в запасы И не будет У тебя энергообеспечения В моменте То есть нельзя пропускать Этот интервал Это условно с тем Что у нас вот Запасы гликогена Которые есть В мышцах В печени В мозге тоже И хватает на 40 минут Мы не африканцы Поэтому с точки зрения Метаболических процессов Как бы мы можем Максимум на 30-40 минут А у них другой метаболизм Я знаю что у них Другая конструкция Мышечная ткань Другая У них больше резких мышц Там красные мышцы И против белых Немножко Поэтому они хороши В баскетболе Во взрывных В взрывных видах спорта Скорость Спринтеры например Черные и так далее Да и в то же время Как бы есть Те которые длинные нагрузки Да вот марафонцы Да Это Эфиопия Центральную Африку Какую-то То там Вот Особенности генетические Такие что У них Запас гликогена Может Храниться там До полутора часов То есть они Прием пищи Могут отбегать До полутора часов Вот А у нас собственно говоря Это 30-40 минут То есть тренированный Спортсмен Это 30 минут Если мы говорим Ой Это 40 минут Если мы говорим Про любителя какого-то Это 30 минут Поэтому я своим ученикам Рекомендую Каждые 30 минут Закидывать порцию Как бы Углеводных Углеводных гелей Если это длинная Какая-то нагрузка Вот отвечая на вопрос Который Поступил Это каждые 30-40 минут Длинная нагрузка Это мы берем Там заплывы Забеги Заезды Какие-то Больше часа Если это час То По-разному Я вот допустим Все равно Если час у меня Какая-то работа Интенсивность Я все равно Через 40 минут Буду принимать пищу Ну как бы Гель углеводный Какой Фелпс Я 5 раз пытался Научиться плавать С тренером 3 метра И стоп А бывают Индивидуальные Андрей нам Да бывают Да бывают Индивидуальные особенности Как бы И В первую очередь Вот это вот Ограничение в том Что не могу Как бы научиться Связано с тем Что Возможно В детском возрасте Кто-то тонул И это серьезная Психологическая травма То есть Вот у меня Из практики Были ребята Которые тонули В детском возрасте Кто-то допустим Даже об этом Не помнит Но потом Через тренировочный процесс Мы выходили на то Что лимитирует И именно Вот это Детский травм И что делать Психологу идти А вы не можете Как-то Я не могу Никак вообще Помочь То есть Допустим Если мы возьмем Просто сухую статистику Из 10 человек Вот 3 Максимум 4 человека Могут Побороть свои страхи И продолжать двигаться Просто когда тебе страшно Ты не можешь просто дышать А для плавания Для любой циклики Важно дышать Разумно Буду плавать Как Райан Лохти Первые три буквы Его фамилии Это неплохая шутка Но это все Великие Великие Из последних поколений Лохти Лохти еще Лохти уже не плавает Он уже не плавает Да Несмотря на то Это фелстовская Как раз поколение Недавний Он тренируется И собственно говоря Он тоже сейчас Организует Свою собственную лигу По плаванию Мастерс Именно вот для Возрастных Для 25 и плюс Категория Свою мировую серию Он на стадии Организации Мировой серии Именно для Плавцов 25 плюс Так Что еще Так Доброе утро А каким стилем Ребята плывут На открытой воде Вот на большие дистанции При стиле кролем Голову нужно поворачивать Вправо Влево Или может только В одну сторону На одну сторону Душать Алексей измытищ Опять Двухударный кроль Или четырехударный Лучше То есть сколько раз Ты ногами должен Последовательно сначала Давайте тогда Если мы говорим Про плавание На открытой воде То это кроль Во-первых Потому что это быстрее Чем брас В любом случае Хотя бы с точки зрения Кроль меньше места в воде занимаем Быстрее продвигаемся Кроль это когда ты молочишь Как мельница А брас это когда Ты как лягушка гребешь Ну да Я на всякий случай Я всегда путаю Да именно так Вот это вот Курортный стиль Курортный стиль Это брас С воднятой головой Это курортный брас Правильный брас Все таки у нас вдох наверху Мы погружаем тело в воду И выдыхаем все равно в воде Чтобы какое-то Обтекаемое положение Телу принять То есть мы будем плыть С поднятой головой Большое лобовое сопротивление Будем двигаться И ноги еще подтапливаются То есть ты как бы Под углом идешь в воде И тормозишь Да 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 То есть если мы говорим Про плавание какое-то там Соревновательное Пускай любительское Это в любом случае будет Кроль Что касается дыхания Как бы влево-вправо Если допустим Мы заходим в водоем И плывем в трубке И никуда смотреть не будем То мы рано или поздно Сделаем круг Это связано с тем Что мы с одной стороны Гипертрофированы То есть у нас в любом случае Всегда подворачивает Какую-то сторону Да у нас в любом случае Как бы мы опишем круг Рано или поздно Это будет круг Поэтому важно Для плавания на открытой воде Дышать в обе стороны Чтобы движение было Более-менее промолинейное И периодически Каждые сорок А если это как бы Такой относительно спокойный Выдаем с гладкой водой То каждые сто метров Смотреть вообще В правильном направлении Мы двигаемся Потому что Я ребятам Очень много мы внимания Этому уделяем Именно ориентированно На открытой воде Потому что ты не всегда Даже когда ты быстрый Можешь проплыть Допустим быстро Как тот Кто плывет медленно Но плывет прямо Потому что Если это большая дистанция Ты можешь много Проплыть лишнего А тот Кто медленнее тебя Плывет прямо Может проплыть гораздо быстрее Ребята Ребята еще раз напоминаю Сергей Сафонов Человек которого Оказывается Прекрасно знаете Наверное Самый известный Самый авторитетный Российский Плавательный тренер Участник всех возможных Кубков мира И всего остального На открытой На закрытой воде Основатель Сафонов Коуч Тренинг Систем И Хэт Коуч Свим Айти Плавательного Большого мероприятия Для айтишников Который проводит Цифровой океан 20 апреля В Лужниках У нас сегодня в гостях Если хотите кстати говоря Вы айтишник И в нем принять участие Залезайте в чат-бот В телеге Цифровой океан Ну и соответственно Присоединяйтесь Вставляйте заявку На регистрацию Ребят Мы продолжаем Наш необычный Сегодня цифровой океан Он посвящен Свим Айти Интересному Очень большому Плавательному Открытому мероприятию Для айтишников Разнообразных Которые Журнал цифровой океан Проводит 20 апреля В Лужниках Вы можете на нем Зарегистрироваться Все совершенно открыто Через чат-бот В телеграме Цифрового океана Там разберетесь сами Вот И по этому поводу Его курирует С плавательной стороны Известнейший российский тренер Человек Которого оказывается Прекрасно знаете Ну тем Кто плавает Там на любительском Или там полупрофессиональном Профессиональном уровне Сергей Сафонов Тренер Создатель уникальной методики Подготовки пловцов с нуля Основатель школы плавания Сафонов Коуч тренинг систем Которая называется Ну короче Крутой чувак Крутой чувак Плавает 25 километров В ледяной воде У нас на северных морях В Балтике Ребята которые Меня знают Которые от него знают Что я не люблю много плавать Но мне это было необходимо Именно для них Потому что я Опять таки возвращаюсь К тому что Нужно самому попробовать Чтобы что-то уже Дать Поэтому я вообще Для меня эта дистанция Вообще катастрофический характер На сил Это очень много для меня То что я В соревновательной практике Плавал 100 и 200 метров Баттерфляем Все вот Мой максимум Это 200 метров было А тут нужно было Плавать 25 километров Баттерфляем Самый тяжелый Ну да Самый энергозатрат Энергозатрат Ну не важно Помните как анекдот Когда старый еврей Идет по берегу моря И видит человек тонет Нет Такого не знаю Человек тонет И кричит Он говорит Милейший Микробите правый Правый Работаем левый Левый Правый Ножки Ножки Ручки тянем Тянем Дышим И раз человек Выплывает Выходит Спасибо Вы спасли мне жизнь Ну вы наверное Прекрасно умеете плавать Говорит Нет Нет Милейший Я не умею плавать Я знаю плавать Так вот Сергей Это человек Который знает плавать И умеет В том числе Так Доброе утро Сергей открыл мне Америку Сегодня про правильное дыхание Во время плавания Занимаясь дыхательными практиками Йогой Там принципы дыхания Совсем наоборот Видимо Речь идет Про длину Вдох Выдох Угу У вас короткий вдох Длинный выдох Правильно? Длинный выдох Да Короткий вдох Длинный выдох Но опять таки В зависимости от того Насколько организм развит Насколько вообще способности Разные там У атлета Это может быть Либо длинный выдох Либо наоборот Короткий и мощный То есть Тоже по разному Окей Доброе Кстати к вопросу Кому прочно учиться Бегуну плаванию Или пловцу бегу? Сложно будет В обоих случаях Во первых Потому что Нам для плавания Важен мягкий голеностоп То есть он должен быть Мягкий и развитый Для бега Важен прокаченный Голеностоп Жесткий Поэтому у ребят Которые ко мне приходят Триатлеты Которые на достаточно Хорошем уровне Уже как бы бегают И приходят учиться плавать Им очень сложно Потому что они плывут Вот с таким вот сапожком То есть у них Не растянутый Голеностоп А у них путих же на пятку Постановка Да У них закрепощенный Голеностоп И это условно говоря Они плут с открытым Парашютом всегда И то же самое Сложно будет Пловцу бегать Потому что Очень мягкий Голеностоп И допустим Если мы берем Какие-то длинные Дистанции То всегда Надкосница Будет очень нагружена Из-за этого мягкого Голеностопа Поэтому в любом случае Как бы Если мы из плавания Приходим в бег То нужно закрепощать Голеностоп Закачивать голеностоп Если мы приходим Из бега в плавание Нужно наоборот Растягивать голеностоп Поэтому в обе стороны Будет не очень Как бы просто это делать Вот мы обсуждали Это в нашей Ютуб паузе У нас там часто бывает Всяко много всего интересного Я от себя спрашиваю Со своими проблемами У меня тоже тонут ноги Из-за этого плывешь Мало Очень энергозатратно Ну я про кроль В данном случае говорю Есть какие-нибудь приемы Чтобы сохранить Правильное положение тела То есть максимально Горизонтальное Насколько я понимаю Да Я себя со стороны не видел Но когда пытаюсь плавать кроли У меня ощущение Что пятая точка Предательски держит меня На плаву А видите У кого-то наоборот Да У меня просто все сразу на дно Да Это очень хорошо Что пятая точка наверху Потому что Самая главная проблема Которая как бы Мешает именно Как бы эффективно Продвигаться вперед Когда она тонет То есть если она наверху Возможно Это просто специально В общем В данном случае Как бы Спортсмен Поднимает ее Поясничным отделом Но домиком плыть тоже не нужно Сильно высоко Таз поднимать нужно Наша задача Во время плавания Если мы говорим про кроль Принимать максимально Горизонтальное положение тела Поэтому если у нас Как бы тонут ноги То их необходимо Как мы уже говорили Там поясничным отделом И мышцами коры поднимать Если у нас таз Высоко поднимается То наоборот Середину нужно расслаблять Красиво звучит по радио Но все равно надо Все с тренером лично Потому что очень много Индивидуальных нюансов За 12 занятий Я напоминаю За месяц Сергей Ставит любое полено Делает из него Буратину Способную проплыть 500 метров И не пойти на дно Но мы говорили Да Есть одно ограничение Если человек в детстве тонул Возможно понадобится Больше времени Потому что там уже Проблема психологического характера Окей Мы все-таки Технологическая программа Да Я хотел спросить Про всякие технологии В плавании Это довольно Высокотехнологичный вид спорта Коротко мы проговорили Историю с костюмами Это про профессиональный спорт Который позволили Лет 20 назад Когда они появились Вдруг резко Да Увеличить уже и без того Космические результаты На разных дистанциях Потом их запретили Да Ну и запретили В том числе потому что Как бы это уже приобрело Как некую гонку вооружений Поэтому решили В 2008 году Прекратить эту гонку И собственно говоря Ограничили для мужчин Возможность использования костюма Можно только в джаммерах плавать То есть это плавки по Колено По колено Да Ну и для девочек А что костюм дает Еще раз объяснить Кроме того что он гладкий Если мы говорим про плавание Допустим в бассейне Вот именно про профессиональное плавание В бассейне То особенности ткани Позволяют отталкивать воду И поднимать корпус высоко То есть чем выше корпус находится К поверхности воды Тем быстрее мы будем двигаться То же самое вот В плавании на открытой воде Все любители Знают То есть надевая гидрокостюм Из неопрена Помимо того что он позволяет Сохранять температуру тела И не замерзать в холодной воде Он еще очень высоко поднимает корпус То есть грубо говоря Результат одного и того же спортсмена В воде На 100 метров Может быть в гидрокостюме Быстрее там на 10 12 15 И даже 20 секунд Только на 100 метрах Только за счет положения тела Я тут сделал маленькую подборочку Всяких новых штучек Для плавания Любопытных Значит первое Наушники костной промодимости Есть такая история Чтобы под музончик плавать Да есть такая история Но это в общем для развлекалов Работают без подключения в телефон Да Позвали тренироваться под музыку Да Но это мы говорим для фана А есть такие тренажеры Которые позволяют тренеру Коммуницировать с учеником в воде Да Рация для пловцов Да Такая история тоже есть Окей Очки с проекцией Вот появились недавно Демонстрируют пловцу приборную панель Чтобы он видел в каком темпе плывет С каким пуль Ну понятно Умные часы только Умные часы на глазах Да Такие гаджеты есть И в общем много производителей Довольно таки Которые их сейчас используют Но особенность очков заключается в том Что это все таки расходный материал И через 3, 5, 6 месяцев В зависимости от марки очков Они в любом случае будут мутнеть У них будет плохо видно Поэтому несмотря на то Что как бы это Очень полезный такой гаджет Ты в моменте можешь видеть Скорость которой ты двигаешься Не превышая собственно Свои пороговые значения Потому что если мы говорим Про какой-то там тренировочный процесс Построенный То важно в общем двигаться В определенных там параметрах Которые поставил тебе тренер Дистанционно Либо очно Неважно И важно понимать С каким уровнем приложения усилий С какой скорости ты двигаешься Иначе ты можешь выйти В аэробный какой-то режим движения И собственно говоря Всю задачу Которая построена На то чтобы увеличить Допустим аэробные твои способности Это всю задачу перекрывать Поясните для офицеров младшего состава Командного В чем разница в аэробном и аэробном плавании Это связано с энергообеспечениями И что дает и что дает и тот и другой вид Что он в нас тренирует Ну просто чтобы люди понимали Мы часто произносим эти слова Если мы говорим про аэробную нагрузку Это связано как бы с энергообеспечением Двигательных единиц Если мы говорим про плавание У нас вот как бы работают верхние и нижние конечности Если это аэробная нагрузка То режим энергообеспечения мышц наших Проходит за счет жиров То есть мы двигаемся на определенном пульсе Для каждого человека Это разные пульсовые зоны Это клетку для похудения Это клетку для похудения Жить жирок Долго и в среднем Или в слабом темпе Долго и в среднем темпе Да если мы говорим про анаэробную работу То это в любом случае происходит она на пульсе Который высоким Да на высоком пульсе И здесь преимущественно режим энергообеспечения Происходит за счет углеводов То есть там сложный биохимический процесс Происходит на клеточном уровне Ну короче молотишь когда Да ну собственно говоря Ты так двигаться можешь недолго Но даже если твоя задача Развить как бы возможность твою Продвигаться быстро и долго В любом случае в твоем тренировочном режиме Должны быть тренировки направлены на как бы И на анаэробную работу тоже Это необходимо как бы для тренировок центральной нейросистемы Для подачи импульсов Как бы к росту на клеточном уровне Ну и дальше не будем Дайте какой-нибудь коротко Вот чтобы порекомендуете как совместить Например в рамках одного Ну либо разбить там сегодня так плаваю завтра так Либо в рамках одной тренировки Чтобы и аэробную и анаэробную функцию прокачивать Возьмем тренировку 45 минут Да просто там Самый распространенный сеанс Который в бассейне 45 минут Разминка 200 метров Просто чтобы Тело, сердце Перестроилось на другую работу Мы все-таки Находимся в вертикальном положении Когда мы находимся в воде Мы в горизонтальном положении Сердце работает по-другому Поэтому первые 200 метров необходимо просто расплыться Пойти туда Дальше что необходимо сделать Дальше необходимо перед основной частью Поднять пульс И немножечко разогнать себя И метаболизм разогнать И сердце подготовить для дальнейшей нагрузки Поэтому необходимо сделать какие-то короткие отрезки По 25 метров Либо если возможности позволяет По 50 метров Но уже как бы Включая ноги быстро Руки быстро С большим продолжительным отдыхом Допустим 50 метров Если ну не спринт А допустим там какие-то 80% приложения усилия С отдыхом 1 минуту Сделали мы таких 4 отрезка Подняли пульс И можем приступать К основному какому-то заданию То есть у нас останется Порядка 1000 метров Которые мы сможем успеть сделать И эту 1000 метров Мы разбиваем на блоки Допустим Конкретно на этой тренировке Это может быть 10 отрезков по 100 метров На следующей тренировке На каком высоком темпе На среде Нет, это вот как раз аэробная работа То есть принцип такой Самое лучшее соотношение Это 4 к 1 То есть 4 работы И 1 отдых Перекладывая это как бы на цифры 2 минуты если мы плывем 30 секунд отдыхаем Вот 2 минуты проплыли 30 секунд отдохнули Дальше следующее То есть на этой тренировке Это может быть 10 отрезков по 100 метров На следующей тренировке Это может быть тот же километр На 5 отрезков по 200 метров На следующей тренировке Это может быть там 2 по 500 И вот собственно говоря От большого к малому Вот так вот мы развиваем Аэробные наши способности Если нам нужно развивать Анаэробные способности И собственно подвигать Вот эти вот пороговые Наши значения То необходимо как бы Эти же отрезки Но проплывать С большей скоростью И смещать И уровень И промежуток отдыха Увеличивать И скорость повышать Ну где-то на 10% То есть Это сложно будет объяснить голосом Но в общем Если нужна будет консультация Подробная я думаю Что можно К любому специалисту Обратить Я в частности тоже помогу Все к Сергею Сафонову Заваливайте его Где там с вами Как связаться Если что Можно Сергея Сафонов Вбить в гугле И я буду на первом месте Если будет написано И что писать то вам можно? А? Писать можно Куда? Писать можно звонить Куда? В личку В личку Ладно сейчас расскажет Мы отваливаемся в ютуб На 4 минуты Благодаря вас за эфир Кстати говоря Сереж Спасибо Еще чуть-чуть потребимся Про технологии в плавании Так ребят Продолжаем Еще несколько минут Я рад что зашел эфир Совершенно такой неожиданный Цифровой океан Болтаем про плавание И про технологии в плавании В том числе И про технику плавания Кстати говоря Сергеем Сафоновым Известнейшим российским Тренером по плаванию Многие из вас его знают И смотрят за ним Основателем Школы плавания Сафонов Коуч тренинг систем Напоминаю что он Шифит В 20 апреля В мероприятии Свим.IT Который проводит Цифровой океан В Лужниках Пишите им в телеграме Чат-бот Если вы айтишник Можете зарегистрировать И попробовать себя В одной из плавательных дисциплин Там любопытные Которые они предлагают Турнир открыт Турнир открыт Чемпиона Чемпиона Я даже не знаю Как правильно назвать Ну это первое мероприятие Плавательное Которое мы делаем Для IT-индустрии И там есть Самая распространенная В общем Дистанция Именно для тех Кто плаванием занимается Тысячи метров Пятьсот метров Ну и Одну дистанцию Мы фа фан сделали Там не обязательно Быстро плавать Сто метров За Заявляешь время И ты должен Максимально близко К этому времени проплыть Это не только про плавание Это про нетворкинг Такая Да Да Это очень Тусня людей С цифровых миров Мне кажется Классная идея Сереж Коротко про детей Очень просто Про этот повод Много вопросов Еще раз Вы говорите Что вот это базовое упражнение Когда ты пришел Лег в бассейн Вытянул руки Ноги Вытянулся И смотришь Плавучесть Если тел Ноги не тонут Если ноги не тонут Да Потенциально ребенок Пригоден к тому Чтобы из него Что-то получилось Может быть Даже он дошел До уровня Кандидата в мастера спорта Мастера спорта И возможно В дальнейшем Там как пойдет И вы говорите Что на этом пути Есть два Как правило Два критических возраста Да На этом пути Есть два критических возраста То есть Даже если у тебя ребенок Как бы потенциально К спорту К этому пригоден То в районе 10-11 лет Возможно Ребенку В принципе По психотипу Может не подходить Плавание В принципе То есть Он общается Со своими сверстниками В школе Кто-то занимается Боксом Единоборствами Кто-то Не знаю Играет там В теннис А кто-то В контактные Групповые виды спорта И возможно Ему Он понимает Что это гораздо интереснее Это вот Первый соскок Может произойти В этом возрасте 10-11 лет Второй Это пубертатный возраст Там у девочек Пораньше 12-14 лет У мальчиков Попозже 14-16 лет Когда Пьянки Гулянки Девочки То есть Когда уже Взросление Да Такое вот Раннее взросление Когда есть Разная альтернатива Но это задача Как бы Тренера-наставника И команды В которой Ты тренируешься Если у тебя Нормальная атмосфера В команде В твоей Если у тебя Тренер Закладывает в тебя То что Как бы У тебя Путь длинный Как у спортсмена Потому что Там пик Спортивных результатов Как ни крути Там у парней Это будет Там 20-24 года Вот этот диапазон Если это девочки То 16-20 лет Если твой наставник Как бы Настраивает тебя На то что Как бы У тебя Путь длинный В спорте Не важно в каком Конкретном Нашем В плавании То Ты возможно Продержишься На самом деле Кандидатом Мастера спорта Стать в любом Спорте Как бы Не сильно сложно Расскажите мне Про Доху Еще раз Я так это Затроил в начале Мы забыли К этому вернуться Потому что Это удивительная история Чемпионат мира Разновозрастной Сейчас проходил В Дохе Сергей как раз Там побывал И вы говорите Что 85 плюс Категория Люди просто рвут В основном азиаты 85 рвут Наших КМС Приезжать Причем Начав заниматься В 65 Именно так Да То есть В плавании Несмотря на то Что происходит Регулярно Раз в два года Проходят чемпионаты мира Чемпионаты Европы Для профессионалов Сразу же После этого мероприятия Проходят чемпионаты мира Или чемпионаты Европы Как бы Для Категории мастер Что такое категория мастер Начиная с 25 летнего возраста С шагом в 5 лет Ты можешь Как бы Принимать участие Ты можешь Принимать участие Как бы В соревнованиях И вот Собственно говоря Мы вернулись С чемпионата мира Который проходил В Дохе В Катаре Неделю назад И В категории Возрастной И меня это вообще Поразило Ребята азиаты В частности Как бы Японцы Они Были На передовых позициях То есть Когда ты видишь Человека Которому 85 лет Который плывет 100 метров Кролем За 2 За 2 минуты 20 секунд А это средний Любительский возраст Ребят Которые Как бы Сейчас тренируются Вот Это просто Как бы Восхищает Но мы вернемся Вы можете Если что В 65 людей Поставить В бассейне Можно в любом возрасте Научиться Ребят Дай бог Будьте здоровы Девочки С наступающим праздником Мы вас любим Профессионально Выпьем за это дело Завтра обязательно Да Дон Павло Обязательно Да я сегодня уже начну Да и потренируемся За вас А потом в бассейн Как же не так Пока Сереж Спасибо огромное Ждем гостя всегда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok